Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на ютубе и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Андрей Чуев взял Сашу Харитонову на работу. Она рассказывает. Сегодня Андрей предложил мне стать секретарем его строительной компании. Предложение было принято и теперь начинаются рабочие будни. Саня, дерзай, пишут ей в комментариях. Проекты делают такие умные, хитрые и предприимчивые, как ты и Чуев. Ворошите этот курятник. Элла Суханова вместе с подругой Викой Романец ходили по магазинам. Элла подбирала свадебный костюм для Игоря, ну а для Вики шопинг это любимое времяпровождение. Романец скоро выпускает свою коллекцию одежды. Она рассказала своим подписчикам. Совсем скоро мы делаем совместный проект. Платье уже в разработке, фасон и модель будут от меня лично. А после отдыха в Риме я выпускаю свою коллекцию женских сексуальных халатов. Все как я люблю, ведь конфетка должна быть в красивом фантике. Андрей Чуев очень неуважительно отозвался о маме Марины Африкантовой. Он рассказал, что она приходила на съемки ток-шоу и несла чушь. Силикон, закачанный в мозг и немного закачался, пишет Андрей. Есть люди, им что ни говори, они все равно будут ересь свою нести. Я не предлагал Марине вложить деньги в дома для участников. Я предлагал сложиться деньгами и построить нам совместный дом. Оформить землю и дом на Марину, независимо от того, поженимся мы или нет. И я не бросил Марину, мы вместе. Просто решил со свадьбой повременить. Успокойтесь, обратился он к будущей тещи. Займитесь лучше своим мужем. Он сам на вас ругается и подозревает вас в сумасшествии. Поэтому и в Грецию повез. Андрей Черкасов примерил на себя образ папы. Он сфотографировался с младенцем. Мне приятно такое доверие. Это так прекрасно. Держать на руках такое чудо, написал он. Подписчики комментируют снимок. Какое офигительное фото, глаза аж светятся. Андрей, ты будешь потрясающим отцом. Андрей вместе с Женей Кузиным находится в родном городе последнего в Новороссийске. Они востребованные шоумены, проводят различные мероприятия. Андрей, например, развлекал новороссийцев своей специально подготовленной развлекательной программой на открытии мебельного магазина. У Даши пынцарь уже подошел срок родов. Последние денечки перекатываюсь. Мысли только вокруг одного крутятся, пишет она. Подписчики шутят, что сложилось такое впечатление, что Даша беременна уже года два. Просто жизнь Даши публичная и активная. Ее снимков очень много в новостных лентах социальных групп. Пожелаем Даше легких родов и здорового малыша. В сети ходят слухи, что сестры Агибаловы разругались на Кипре. Рита Марсо живет там с семьей, а Ольга Гожиенко приезжала к ней погостить. В начале отдыха она писала, что приехала на 2-3 недели. Но уже через неделю Оля написала, жаль будет расставаться с этим прекрасным местом, но это не мой мир и не моя жизнь. Пора домой. Также сестры удалили многие свои совместные фотографии, оставили только снимки детей. В их комментариях присутствует грусть, у Ирины Александровны тоже настроение не очень. Поэтому подписчики сделали вывод, что в семье у Агибаловых разлад. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на ютубе и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!